друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки мы следим за индексом американской валюты 90 11 это курс индекса который мы видим в моменте закрепления ниже психологической поддержки 90 пунктов по моему скромному субъективному мнению это вопрос самых ближайших дней причем чем быстрее мы получим конкретику по мерам экономического стимулирования а под конкретикой я подразумеваю уже фактическое решение потому что мы прекрасно знаем объем этой программы мы знаем куда пойдут эти средства мы знаем сколько денег достанется корпоративному сектору сколько денег получат домохозяйства мы даже попытались ранее спрогнозировать с вами сколько денег из этой части которая достанется домохозяйством отправиться на фондовый рынок и надеюсь вы обратили внимание на мои прошлые комментарии что моя идея покупки американского фондового рынка nasdaq а доу джонс и снпи эта идея которая обусловлена не только тем что мировая экономика восстанавливается от последствий ковида не только тем что центральные банки удерживают ставки на нулевых отметках и сохраняют мягкую экономическую политику эта идея базировалась еще на том что приток дополнительной ликвидности со стороны именно потребителей станет следующим еще одним очень крутым бустом катализатором для того чтобы фонда продолжила пухнуть я не идиот друзья прекрасно понимаю то что фондовый рынок существенно перекуплен но поверьте придет время когда на мы с вами подготовимся к коррекции но попробуем сделать это попробуем рассчитать именно откуда может начаться потенциальный обвал когда это произойдет и и в связи с этим попробуем ориентироваться на какие-то новые сделки но сейчас пока мы только лишь в ожидании новых мер экономического стимулирования пока фондовый рынок еще не получил серьезный приток ликвидности я думаю что не нужно мудрить можно просто руководствоваться опытом непростого 2020 года и только по этой причине покупать фонду потому что деньги которые придут на этот рынок не могут привести к его обвалу они точно станут причиной по которой всем известные индексы три ключевые бенчмарки американского фондового рынка nasdaq доу и snp они очередной раз перепишут на локальные и тире исторические максимумы ладно по поводу вчерашнего выступления паула все как мы предполагали очень много аргументов было выделено отмечено подчеркнуто председателем фреса в том что американская экономика нуждается в мягкой экономической политики которая федрезервом собственно и проводится причем вопросы касательно роста инфляции конечно же они задавались но паул их парировал точно так же как и следовало ожидать все рост инфляции это естественное изменение индекса потребительских цен с учетом на мер экономического стимулирования к росту инфляции фреса был готов фреса не обеспокоен повышением инфляции продолжает проводить политику инфляционного таргетирования и готов друзьям дать инфляции скакнуть выше прежнего это ключевое слово целевого ориентиров 2 процента сейчас для фреса нету никаких целевых ориентиров поэтому инфляция может быть два процента два с половиной и выше и даже при таких условиях американский регулятор не станет ничего делать с процентными ставками если для вас мои комментарии и как бы транслирование идей павла это пустой звук и вы не доверяете этому попробуйте найти других источниках основные тезис его вчерашнего выступления вы увидите что я прав потому что я в принципе повторяю то что мы услышали от него и все что было сказано это очень неплохо укладывается в нашу с вами идею того что американская валюта должна ослабеть потому что индекс доллара не может расти при таких процентных ставках я об этом говорил уже 50 миллионов раз друзья сегодня 18 00 очередное выступление павла тоже в конгрессе я думаю что наверное самое интересное это то что мы услышали уже перед банковским комитетом поэтому я не настраиваю сегодня на какую-то мощную выраженную динамику но хочу отметить что мы по-прежнему с вами в ожидании новых мер фискального стимулирования и лидер большинства в сенате шумер собственно накануне сделал заявление о том что пакет новый очередной пакет госпомощи будет согласован до 14 марта жалко конечно же друзья потому что я ожидал что на пакет экономических стимулов будет принять до конца этого месяца и тут пожалуйста еще продление очередное сроков ну надеюсь то что это последняя пролонгация вот этого периода ожидания когда мы с вами будем следить за развитием событий за каждым комментарием каждым заявлением и будем ждать когда же это решение придет на рынок когда новый пакет экономических стимулов спровоцирует распродажи доллара который хотелось бы уже увидеть все давно ниже 90 пунктов друзья это прям цель номер один когда окажемся под этой планкой когда поддержка превратится сопротивление уже будем искать следующие целевые значения под данным уровнем золото 1809 цель 1850 евро против доллара 12146 пока все без изменений каждый раз когда трейдеры пытаются до продать доллар растет разумеется европейская валюта практически стопроцентная корреляция между этими двумя инструментами пары евро доллар и индексом на американской валюты можете выбрать для себя что-то одно и работать с этим ну чтобы как бы не попасть в просак если доллар поведет себя не так как мы прогнозируем ну и разумеется евро тоже не будет расти ну такой сценария пока не рассматриваю фон против доллара обновление максимум уже более чем за три года 14156 сейчас моменте котировки рост заработных плат это статистика которая ну во первых указывает на то что активность потребителей будет выше при более высокой рознице будут более стабильные что ли и надежные показатели экономического восстановления проектная дорожная карта которая ранее была представлена джонсоном потому как англия будет выходить из мер социальных ограничений тоже нам это известно это новостной фон начала недели главный вопрос когда же покупатели начнут фиксировать на прибыль я не знаю друзья меня этот вопрос не особо-то интересует потому что надеюсь вы помните я вне уже фунта я вне сделки на отметке 1 40 я покинул эту валютную пару чтобы не искушать судьбу знаю что многие из вас продолжают держать эту пару ланговой сделки я все-таки рекомендую уже фиксироваться друзья но это сверх прибыль это сверха на профит в следующую среду министерство финансов представит бюджет на предстоящий год и в этом бюджете по факту его представлении будут комментарии о повышении корпоративного налога со текущих 19 по моему процентов в планах а по этап на поднятие уровень корпоративного налога до 24 процентов может быть это станет тем самым негативным катализатором для британской экономики для рыночных потребительских настроений для корпоративного сектора и спровоцирует вот фундаментальные распродажи фунта если это произойдет уже на снижение потом после выраженной более глубокой коррекции будем снова искать эти точки для входа в пару фунт долларов ну я так буду действовать но все-таки фунт конечно же нужно уже сдувать биткоин 50 тысяч в моменте low 44 тысячи 900 долларов он был факторов несколько это комментарии елен о том что биткоин используется для нелегального финансирования илон маск также прокомментировал что биткоин завышен очень хочется верить то что маска сделал это не для того чтобы подешевле вы купите еще больше биткоинов но есть то что есть и не хочется фундаментально полностью оправдывать то снижение которое мы видели накануне я просто скажу друзья что ну реально коррекция назрела так же как и по фунту то есть очень лихо очень высоко забрались прям немыслимые какие-то космические уровни и нужно было немножко под сдуть сбить спесь с покупателей на мой взгляд биткоин нуждается в еще больше коррекции я жду на возможности ищу возможности купить биткоин но не при текущих значениях ниже 40 тысяч за единицу будут держать вас курсе американский фондовый рынок 3864 пункта ждем собственно восстановительной динамики и нефть 6402 снова мы корректируемся немножко двигаю отложку self-stop до уровня 6220 хочется поймать более выраженную коррекционную динамику но не все очень коварный актив последнее время если опять же участники рынка находят на повод для оптимизма и для роста ничего не стоит прибавить там а 5 7 процентов но также как и в отношении биткоины также как и в отношении британской валюты нефти это вот в их числе инструмент который сильно перекуплен и также нуждается в серьезной коррекции буду пытаться поймать ее на отметке 6220 друзья на этом собственно все хорошие вам торговой сессии всем пока